Привет всем! Если мы посмотрим на одну из фотографий, которые были сделаны 14 октября 1906 года, то мы увидим вот, собственно, вот этот балкончик на третьем этаже и еще один ниже. На переднем плане у нас будет убитая лошадь мордой. Туда это важно. И там еще очень интересная деталь. В окно смотрит один из, так сказать, стражей правопорядка. Речь идет о знаменитом Эксе в фонарном переулке. Экс – это экспроприация. Так на революционном языке назывался грабеж. Потому что, когда вы грабите банк для своих личных целей, то, соответственно, это ограбление. Когда вы грабите банк для целей революционных – это экспроприация. И были даже всевозможные шутки на эту тему. Но, как мы, в общем-то, знаем из того, что я много раз рассказывал на различных ресурсах, не всегда эти деньги шли исключительно на революционные цели. Соответственно, есть еще несколько фотографий, сделанных в этот день. И я покажу, собственно, те места, где они были произведены. Дело в том, что информация о готовящемся преступлении была известна охранному отделению. Его тогда возглавлял, если мы говорим про петербургское охранное отделение, Александр Герасимов. И он даже уточнил, справился в таможне, а именно из таможни в казначейство должны были везти три баула из верблюжьей шерсти. Есть даже такие подробности. В одном бауле было золото на 4000 рублей, в другом бауле были кредитные билеты на 362 тысячи рублей. Третий последний баул содержал в себе ценные бумаги, всевозможные процентные и так далее. И вот на это-то и позарились террористы, а террористы тогда представляли собой партию эсеров-максималистов. Я уже рассказывал про их самые первые успешные экс-найлинки в Москве, когда они взяли Московское общество взаимного кредита. И ссылку на этот ролик я помещу ниже, чтобы не повторять лишнего. Тогда прославился в кавычках персонаж даже не Соколов-медведь, который руководил всем этим делом, а Мазурин. Мазурин — гроза городовых, он их отстреливал, собственно, тем и вошел в историю. Ну и про него же я еще немного рассказывал в выпуске про восстание на Красной Пресне, потому что и Соколов-медведь, и Мазурин там играли ключевую роль вместе, собственно, с руководителями со стороны партии большевиков. Надо сказать, что Александра Герасимова поразила точность сведений, то есть явно кто-то сливал информацию, и потом было выяснено, кто был этот человек. Соответственно, он расставил в округе своих филеров. Они должны были следить за происходящим вокруг и задерживать всех подозрительных людей. Но как потом писал один из них, то есть как ты тут кого-то угадаешь, кто из них подозрительный, кто нет. Например, тогда был дождь, мы знаем об этом из воспоминаний, и один из агентов охранного отделения прятался в подворотне с каким-то человеком, они даже разговорились, и вдруг, когда все началось, он первый, собственно, бомбу и кинул. Соответственно, топография такова. Карета двигалась из таможни в главное казначейство. Главное казначейство располагалось вот там, буквально через две улицы. Для нас это крайне интересно, потому что до этого она называлась Маломещанской, и там аж в трех домах жил Федор Михайлович Достоевский. Я об этом рассказывал и в отдельном выпуске, плюс я планирую сделать еще и видеоэкскурсию. В одном из домов на углу с каналом Грибоедова была даже редакция сначала журнала «Время», а потом, когда его прикрыли, журнал «Эпоха», который они сначала издавали со своим старшим братом Михаилом, потом, когда Михаил умер, Достоевский начал пытаться издавать его сам, но, в общем-то, не потянул и прогорел на этом деле. А в другом доме он познакомился со своей женой Анной Григорьевной Сниткиной, но еще в одном доме он тоже жил, только уже с углом, в угловом на другую сторону канала. И вот, собственно, в этом же доме потом было организовано главное казначейство, и поэтому улица получила название «Казначейская», собственно, и сейчас она такое название и носит. Более того, вот если мы пойдем туда, к Львиному мостику и свернем направо, то там, вот я когда ходил на занятия на военной кафедре при Университете телекоммуникации имени М.А. Бонч-Бреевича, то я обращал внимание на такие огромные ворота, причем которые вмонтированы в жилой дом. На самом деле это жилой дом был надстроен над тем зданием, которое когда-то являлось казанской полицейской частью. Это был свежий дом, то есть, грубо говоря, не знаю, районное управление полиции, я уж не знаю, как это сказать на наш язык, как перевести. И, то есть, здесь было главное районное управление, тут вот казначейство, вокруг агента охраны, казалось бы, ничто не предвещало. Тем не менее, террористы тщательно подготовились, они проследили эту карету. Ну, значит, двое из них стояли вот там на банковском, не на банковском, извините, на львином мостике, у нас есть просто их два одинаковых, банковский мостик и львиный мостик. Кстати, банковский мостик часто называют львом с грифонами, это неправда, там не грифоны, там крылатые львы, а там просто львы. Соответственно, двое стояли там, двое стояли на казанской. Мы знаем из воспоминаний, что вот в этом доме, который я покажу, располагалась пивная. И даже известна фамилия человека, просто на фотографии, которую мы можем видеть именно на углу этого дома, мы эту фамилию не увидим. А вот в показаниях и в заметках газетных мы ее знаем. Пивная лавка Грибкова, да, то есть мы знаем даже фамилию владельца, она была угловой. Был еще ресторан, который смотрел фактически в створ Казанской улицы, вот она вот там отходит направо. И было замечено, что, в общем-то, утром появилось несколько молодых людей, они ходили, что-то высматривали, потом пятеро из них сели как раз-таки в этот вот непивной ресторан Грибкова. И, в общем-то, сидели ждали. Значит, карета эта ехала в составе, ну, то есть там был кучер непосредственно, лошади, внутри три человека, главный и два счетчика, они так назывались, плюс восемь жандармов ее сопровождало. Причем, что поразительно, карета была наемная, то есть она не входила в штат таможни или казначейства. Но это, грубо говоря, как сейчас инкассаторы бы перевозили деньги, ну, какой-то серьезной организации, Банк России, тем не менее, она нанимает какую-нибудь там, не знаю, газель, и несколько человек охраны ее везет. Вот это примерно так же. И когда они, соответственно, подъезжали по каналу Грибоедова вот в ту сторону, все это произошло мгновенно. Значит, была кинута сначала одна бомба, от ее взрыва лошади, на которых ехали жандармы, испугались и понесли в стороны. Они не смогли их сдержать даже при помощи своих шпор. Далее была кинута другая бомба, моментально выскочило несколько человек, схватили мешки, но они взяли только два мешка, третий они не утащили. Перекинули в карету, в которой сидела дама под вуалью. Эта дама под вуалью была Адель Коган, так ее звали. Она была единственной девушкой в этом, достаточно, кстати, многонациональном составе преступников. Там были и русские, и евреи, и украинцы. Все, кстати, молодые, где-то средний возраст был от 18 до 20 лет. Кинули эти два мешка, и их след простыл. Естественно, тут же, значит, погнались за рассыпавшимися преступниками по всему городу. Тут кого-то, соответственно, взяли в Максимилиановском переулке, это нынешний переулок Пирогова. Ну, как взяли, в мертвом состоянии уже. Кого-то аж на Мариинской площади, так тогда называлась нынешняя Исаакиевская площадь, это прямо перед Мариинским борцом, где у нас сейчас законодательное собрание заседает. Там тоже человек застрелился. Причем тот, кто бежал в Максимилиановский переулок, он по дороге уронил бомбу. Этой бомбой было убито два случайных прохожих. Ну, в общем, кого могли, скрутили. Но деньги, основную часть суммы, они так и не взяли. То есть аресты, которые были потом произведены, там были взяты динамитная мастерская на Мытнинской набережной, были взяты склады оружия, были даже найдены вот эти вот русаки, на которых они, собственно, свое преступление совершили. Но основную сумму они не нашли. Пикантность ситуации заключается в том, и это будет вторая ссылка, которую я помещу в описании под этим выпуском, потому что я уже делал об этом, ну, то есть у меня был об этом разговор на Марсовом поле. Бомбы для этого преступления изготовил Ландимир Лихтенштадт. Причем работал он тогда на Леонида Борисовича Красина. Дело в том, что большевики, они, ну, официально, конечно, террор не поддерживали, терроризм, но, тем не менее, существовал боевой центр, я так ни разу о нем нигде не рассказал подробно, хотя он написан во многих воспоминаниях, там и у Буренина есть, и даже в книгах про самого Красина, еще даже советских мы можем найти об этом упоминаниях, хотя, казалось бы, мы там пойдем другим путем и все такое прочее. У него была действительно лаборатория, там работали два химика, Альфа и Омега, и вот Лихтенштадт изготовил эти бомбы и передал их максималистам. После революции, да, Лихтенштадт за это присел, и бомбами Ж, которые изготовил Лихтенштадт, был осуществлен взрыв дачи Столыпина, еще перед этим, во время которой было убит 27 человек. Лихтенштадт был арестован, и, в общем-то, сидел в Шестербургской крепости, и был освобожден уже после февральской амнистии, в феврале 1917 года, когда были объявлены все политические свободы, и параллельно, кстати, устранены все вот эти вот поганые службы, царские там, жандармерии и все такое прочее. А вместе с политическими свободами получили свободу еще и уголовные преступники. Представляете, что здесь началось, да? Поэтому, на самом деле, кстати, когда большевики пришли к власти, перед ЧК стояла основная задача изначально не только борьба с контрреволюцией, но и борьба, вообще-то, с пресловутым бандитизмом, с чем они со временем начали успешно справляться, но не сразу. Так вот, Лихтенштадт, он был расстрелян белыми, и он похоронен в самом центре Марсового поля, которое тогда называлось, значит, жертв революции, да, там братская могила в центре. Вот он там вместе с Урицким, с Химсоном, вместе с Володарским и всеми остальными героями новоявленной революции, он там был похоронен. А до этого, вот в 1966 году, он сопутствовал террористам. Все это довольно подробно описано, вот, например, вот в этой книге, называется «Налезать террористами». Я ее не устаю, как бы, рекламировать, и вот в какое счастливое время мы живем. То есть, когда-то я за ней гонялся, а потом она появилась, я ее, наконец, купил, потом она появилась уже в другом издании, в сборнике воспоминаний деятелей политического сыска в двух томах. Ну, кто интересуется этой темой, знает про эту книгу. А потом этот текст просто появился в интернете. То есть, вот, представляете, какое счастье. Не надо, как бы, никуда ничего бегать, просто открываешь, и вот тебе весь этот текст. Очень интересно в этой связи проанализировать взаимоотношения внутри вот этих охранных структур, где, в общем-то, были лебедь, рак и щука. То есть, например, тогда департаментом полиции руководил Максимилиан Иванович Трусевич. Он провел очень большие реформы по усилению, значит, политического сыска. Да, я хочу заметить, это был департамент полиции и было еще охранное отделение. Ну, условно их можно назвать как МВД и ФСБ, но очень крайне условно, потому что у них были очень сложные системы субординации. И, естественно, как это обычно бывает, эти структуры конкурировали друг с другом. Так вот, Герасимов пишет, там был еще такой эпизод с Соломоном Рысом. Это был такой террорист, которого схватили в Москве, там, ой, извините, в Москве, в Киеве его схватили. И там начальник местного охранного отделения Кулаков, он был просто на седьмом небе отчасти, потому что террорист согласился сотрудничать с полицией. Под эту лавочку Кулакова даже перевели в Петербург. Но Герасимов усомнился в том, что Соломон Рыс искренен, и что не является ли он военным агентом, что, кстати, потом и выяснилось. Об этом очень подробно мы можем прочитать книги о Наталье Климовой. Наталья Климова — это была такая жена-любовница, как раз Соколова-Медведя, руководителя партии социалистов-максималистов. Они вместе планировали теракт против Государственного совета, который тогда заседал в Мариинском дворце. А потом он переехал в здание нынешней филармонии, а тогда это было здание Мариинского собрания. И там его потом планировали взорвать уже другие люди, члены летучего боевого отряда Северной области. В общем, веселое, как вы понимаете, время было. И в итоге Герасимов попытался предупредить Трусевича, чтобы он этому Соломону Рысу не доверял. И вот как раз, когда только Соломон Рыс открылся и стал таким типа агентом, сначала произошел взрыв на Аптекарском острове. Я, кстати, тоже хочу там сделать видеомаршрут, показать, где стояла эта злополучная дача, на территории которой это все дело произошло. И также вот случился этот экс-фонарном переулке. И Герасимов пишет про то, что Трусевич обладал не очень такой приятной манерой. Он любил взболтнуть лишнего там за картами, то есть похвастаться передамами, некоторыми секретами, которыми он владел, являясь главой департамента полиции. Между тем, будущий уже на тот момент начальник московского охранного отделения Мартынов отзывается о Трусевиче крайне лестно и говорит, что если бы не он на самом деле, то вообще бы был полный развал и разруха, и увольнение Трусевича с его должности нанесло колоссальный бред политическому и сыскому стране. Сергеевич Витт дает, значит, Максимилиану Трусевичу крайне негативную характеристику, но от Сергеевича Витт, в общем-то, доброго слова, не ко всем, в принципе, можно ждать. Курлов тоже дает нелицеприятную характеристику, но Курлов замешан, у него рыльца в пуху по поводу убийства Столыпина в 1911 году. Поэтому, вот понимаете, такой клубок тут, в общем-то, черт ногу сломит. Кто там на самом деле был хороший, кто там на самом деле плохой, крайне трудно разобраться. Но налицо одно, что в самом центре Петербурга, в этом самом, ну, это считается экс-фонарном переулке, но он как бы случился на углу канала Грибоедова нынешнего, тогда он назывался Екатерининским, туда начинается Большая Подъедческая, а то начинается фонарная. То есть в самом начале фонарного переулка случается ограбление, которое тогда иначе как ограбление века не трактовалось. В центре столицы, да, Петербург был столицей, на глазах у сотрудников внутренних служб, служб безопасности, ну, то есть охранное деление, очень условно можно назвать ФСБ. Самая главная цель – деньги потом не найдены. Да, основная часть террористов были пойманы, приговорены, естественно, к смертной казни и были повешены на 6-й батарее в Кронштадте. То есть вешены не только у нас в Шестидбурге, в Лиссим-Носу, но вот и в Кронштадте, например, это тоже происходило. Соответственно, не мудрено, что с таким подходом, с такой неразберихой в рядах охранных служб случилось то, что случилось в 1917 году. Это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Ну, так, вкратце, да, там можно, конечно, вдаваться в определенные детали. Хочу напомнить вам, что идут экскурсии в Петербурге, в том числе и про адресационный терроризм, потому что, например, вот там вот, если мы перейдем, да, на следующую улицу, на Вознесенский проспект, там на углу есть дом, который, ну, является одним из главных в истории партии «Народная воля», потому что там делались бомбы для убийства Александра Второго. Это все есть и в описании Веры Фигнер, и в описании других народовольцев. Далее, если мы пойдем туда, то мы придем, ну, в общем-то, к дому в Сторухе-Проценщицы, а если мы пойдем туда и налево, то под той же самой малой Мещанской, ныне Казначейской и Пёрнестолярный переулок, мы придем к дому, господи, Раскольникова, где буквально вот недавно сводил очередную экскурсию. Поэтому экскурсии идут, среда, четверг, 8 часов вечера, суббота, воскресенье, 20.00. У нас будет и про Петербург Путина, кстати, покажу место, где была самая первая динамитная мастерская «Народная воля». У нас будет, вот мы пойдем как раз примерно со стороны, я раз расскажу про роковую женщину Аврору Шарнваль, похоронившую трех своих мужей по факту, да, ну, один был как бы жених, но неважно, про Набокова, про сказок Ряда Половцева или Половцова, кстати, по-разному называют, про Пашковцев и княгиню Гагарину, в общем, ну, такие не самые известные факты вокруг Исаакиевской площади. И в субботу у нас будет интересная экскурсия по дворам и дойдем до Большого дома, где, собственно, располагается нынешняя ФСБ, когда-то НКВД, ГПУ, а до этого там было здание окружного суда, где был знаменитый суд над Верой Засулич. Ну, а в воскресенье от декабристов до террористов будем гулять от Исаакиевской площади, вдоль Александрского сада, до того места на углу Горохово-Эдмиротлевского проспекта, Гороховый дом 2, где когда-то был дом городоначальника, где, собственно, Верой Засулич этот выстрел совершил, а потом это был самый первый адрес чрезвычайной комиссии, но большевистской, потому что ЧК было организовано не большевиками. Об этом я тоже как-то не расскажу, потому что это имеет отношение к поэту Александру Блоку. Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, ссылки на все мои ресурсы есть внизу, вот там увидимся. С вами был, собственно, гид Павел Перец. Пока!